В эфире День ТВ, у нас в студии профессор Сергей Савельев. Сегодня мы поговорим о такой теме, как реклама, пропаганда, влияние, о всевозможных техниках, которые наверняка существуют в этой сфере, и о том, как это связано со знаниями о функционировании головного мозга. Много литературы на этот счет есть, а в студии у нас один из крупнейших специалистов страны по этому вопросу, я имею в виду по изучению мозга, и я задам, соответственно, целый ряд вопросов, которые, надеюсь, прольют свет на эту тему. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну вот, вы телевизор смотрите? Кто ж его не смотрит? Отлично. Значит, раз вы смотрите телевизор, значит, вы смотрите и рекламу. Я думаю, вы ее не выключаете. Ну, можно ее не выключать, а можно и не видеть. Хорошо. На ваш взгляд, как человек, который разбирается действительно в функционировании мозга, о чем мы вот как раз и сказали вначале, я сказал, как вы считаете, вот люди, которые производят эту рекламу, они учитывают физиологию мозга, или это чисто делается методом проб и ошибок создания рекламы? Ну, во-первых, надо посмотреть, кто ее делает. Эти люди вызывают большое беспокойство за свой рассудок и уровень образования. Это раз. А во-вторых, они выполняют же запрос определенный. Очень многие вот эти рекламные, я знаю многих из этих людей, им ставят задачу конкретную, на конкретную группу людей, на конкретный уровень образования, на конкретный уровень воспитания. Если что-то надо продавать там копеечное, ну, например, там какие-нибудь типа памперсов, или какие-нибудь прокладки, или какие-нибудь штучки кухонные, ну, вот они и рассуждают. Примерно так, как будет домохозяйка, которая в силу там ряда обстоятельств давным-давно нигде не работает, что привело к утрате практически представления о внешнем мире. Значит, очень в бытовом уровне замкнутая, эмоционально перевозбужденная вечно, поскольку раздражения нет. Вот они на это публику и ставят. Исследованы это? Да нет, конечно. Это все разработки западной рекламы, масс-медиа еще из 60-х, 70-х, 80-х годов. И эти мальчики, которые в основном пошли в эту рекламу 20 лет назад, дети богатых родителей, родственников всяких телевизионных начальников, которые пошли туда деньги зарабатывать, они просто обычно берут и делают кальку западной рекламы. То есть там ни понимания, ни ума, ни исследования целевой аудитории никогда не было и нет. Поэтому эта реклама смотрится, конечно, чудовищно. За что там деньги платить, я в большинстве случаев не знаю. То есть это люди, которые берут, как правило, калькируют западные приемы рекламы, отработанные за последние, скажем, 50 лет телевидения, и переносят на наш рынок. Часто очень неудачно, поскольку менталитет другой. Приемы, которые они используют, они плохо адаптированы к аудитории. Умному надо одно, но на умном не заработаешь, их мало. Значит, нужно рассчитывать на какой-то очень средний уровень или ниже среднего. Тогда надо адаптировать, тогда слишком сложная реклама не идет. И вот они, значит, мыкаются между разными формами рекламы, широко и давно известной из западных средств массовой информации. А там работает эта реклама? Там работает, но там же специально созданные люди. Дело в том, что у нас сейчас стали, только начинают использовать эти приемы, потому что у нас это было неизвестно вообще. И мало было понимания такой рекламы, как, потому что если ты выпускаешь какой-то товар, ты не должен ждать. На Западе никто не ждет, что этот товар будет востребован. Это чистая глупость. Там создается спрос искусственно на товар, который до этого вообще не использовался и не был нужен никому. Нас тоже сейчас пытаются это создавать, но поскольку, еще раз говорю, там вложения в рекламу на порядок больше, но и отдача выше. Там, например, прежде чем создать рекламу, частенько делают такие вещи, как заказное исследование, целевой аудитории, не каких-то психологов полуграмотных, которых там наловили где-то на психфаках, а серьезные люди, у которых уже есть репутация, результаты которых приводили к изменению баланса бизнеса. И дальше что происходит? Заказывают исследование, это исследование проводят по-серьезному. И потом обдумывают и аудиторию, и подачу товара, и всего остального. У нас это обычно делают самодеятельные какие-то выскочки, которые плохо образованы, плохо подготовлены, мало чего понимают. Ну вот, им там говорят, рекламируй зубную щетку. Он видит, как на Западе рекламируют, он так и рекламирует. Это я понял, но тогда в такой интерпретации получается, что это в какой-то степени, ну в какой-то степени метод проб и ошибок. То есть собирают целевую аудиторию, фокус-группу точнее, и проверяют, насколько это повлияло. Это надо исследовать, ничего такого не производится. На Западе, на Западе. На Западе, да. На Западе, я про Запад. Там тоже не очень собирают, там обычно вбрасывают пробную и смотрят, как это работает. Ну тоже пробные ошибки получаются. Да, но там у них есть опыт 50-летний, а у нас этого опыта нет, и учиться ему никто не хочет, судя по тому, что идёт по телевизору. Я для этого и смотрю. Проблема-то в чём, что любая реклама работает, самая идиотическая, самая безграмотная, сделана безрукими, тупыми, бездарными рекламистами. Она всё равно работает. Почему? Это особенность нашего мозга. И на этом они все паразитируют. То есть реклама может дать, например, приращение на 50% продаж, а срабатывает она на 10%. Но те, у кого до этого ничего не продавалось, и этому рады до смерти. И в результате эти прохиндеи собирают деньги и новые заказы. Примерно так. В чём особенность? Вы сказали, особенность мозга. А в чём особенность? Вот они пользуются особенностью мозга. Значит, как это всё устроено? Вот ярче всего это можно продемонстрировать на бездарных певцах. Ну, у нас с независимой Украины почему-то сюда приезжает дикое количество пивунов и плюсунов. Почему-то им здесь дают все условия для плясок и спиваний. Что странно, с моей точки зрения. Потому что у нас своих хватает таких же. Ну, настолько же безголосых. Но тем не менее. Значит, вот классический вариант. Рассмотрим, как это делает, действует. Вот представим себе такой пивун очередной, нулёвый. Его собирается команда, значит, соответственно. Его раскручивают, то есть записывают. Делают им искусственный голос. Большинство из них без фанеры вообще ничего не может. Был у нас передача несколько лет назад на телевидении. Значит, там без фанеры выступали в живую. Ну, и что она продержалась? По-моему, там три эфира. Потом выяснилось, что звать-то на неё некого. Вот и закрылось. Вот представим себе такого спивателя. Значит, вам надо задача сделать из него великого артиста. Или, например, папа с хорошими деньгами. Очень хорошими. Ну, вот и дальше всё начинается. Значит, пишутся специальные песни. Профессиональные оперные певцы, я это просто знаю, напевают, чтобы показать, поскольку эти обычно пивуны без музыкального образования и нот не разбирают. Ну, вот им как бы голосом показывают, как надо петь. Потом они записывают несколько фонограмм, всё это вкладывается в колоссальные деньги. Потом там подтягивают голоса, изменяют буквы, поскольку там из них половина букв не произносит ещё. Это отдельная история. И в конце получается обалденная, значит, фонограмма, с которой можно выступать. Теперь дальше, как вот под эту всю чухню, с позволения сказать, продать? Надо же, чтобы ещё и покупали, и на концерты ходили фанеру слушать. Ну, бывает такое. Что делать? Начинают крутить, покупают время на радио, покупают время на телевидение. И дальше начинается что? Что привыкание приучают людей вот голосу этой там безголосой певицы или такого же безголосого певца. То есть много-много-много-много раз прокручивают. Что происходит у нас с мозгом в этот момент? С этого момента начинает работать наш мозг. Он устроен так, что нравится вам, не нравится. Но если из каждого утюга вот эта бездарь у вас поёт с утра до ночи, то вы запоминаете вот этот набор звуков, то есть привычный. То есть он воспроизводится, воспроизводится, но это в конце концов автоматически запоминается. У нас чем дольше проигрывает такое музыкальное произведение любого уровня бездарности, тем больше и глубже оно запоминается. А что-то происходит дальше. А потом дальше кончаются вложения денег, и, значит, этот соловей наш очередной исчезает. А дальше что происходит? Проходит месяц-два, потом он приезжает в какой-то город провинциальный, там начёс, например, чтобы, значит, ну, понятно, зарабатывать деньги. И начинают объявления по радио, по местному телевидению, там вон начинают прокручивать. Человек слышит и приходит в буйный восторг. Почему? Потому что мозгу намного выгодней узнавать, чем вновь понимать услышанное. Понимаете? То есть и в ответ на это мозг выбрасывает внутренние наркотики. Канабиоиды, опиоиды, ну, большую часть канабиоиды, и эндорфин, и окситоцин. То есть мозг поддерживает своего хозяина, говорит, какой-то молодец, то узнал. То есть уже не надо думать. Сэкономил силы, энергию. Сэкономил силы, энергию. Человек говорит, о, так я это уже знаю, это я уже слышал, это там по центральному радио, там, за какие-то астрономические деньги играли целый месяц. То есть, ну, про это он не думает, он думает про узнавание. Да и всё, и дальше, как зомби, узнавание есть, уже развлечение есть, и появляется шанс продать ему билет на этот концерт. Или продать, а на концерте продать ещё и диск, там, ну, как это обычно всё происходит. То есть вот как это построено. То есть это чистый паразитизм, то есть современная реклама является паразитизмом на узнавании. То есть ты крутишь до тех пор, пока у человека не отложится в мозге, и тогда на факт узнавания, который поддерживается внутренними эндогенными наркотиками, ты получаешь продажу того, чего рекламируешь. Неудача такого известна хорошо. В своё время, лет 10 назад, фирма Кока-Кола решила, что она настолько уже известная, что она настолько популярная, что ну зачем рекламировать? И она примерно полгода не рекламировала свою продукцию. Вот эту вот тёмную жидкость с сахаром, которую они называют Кока-Колой, всякими химическими добавками. Потому что раньше это же был настоящий напиток. Откуда Кока-Кола? Потому что это был раствор кокаина, но это уже совсем другое дело. Тут привлекательность-то была другая. Ну, правда, на дворе в Америке был сухой закон. И тут был чем побаловаться. Но сейчас там уже от известного продукта ничего не осталось. Как бы тут не скатиться в рекламу наркотиков, Сергей Вячеславович? А при чём рекламу? Мы с вами рекламой занимаемся, реклама имеет историю. Вы её хотите отрицать? Нет, я историю не хочу отрицать. Ну, тогда терпите. Я призываю... Нет, ни проблем нет, но призываю некой корректности. Корректней некуда. Для эфира. Американская фирма продавала жидкости с известными запрещенными веществами. Что-то корректней. Несколько другого. Ну, ладно, продолжаем. Ну, так вот. А сейчас она этого не делает. И полгода не рекламировала свою продукцию. Ну, что, её перестали покупать, фирма чуть не разорилась. Вот вам, пожалуйста, пример того, как методическое возобновление систем памяти мозга позволяет продавать всякую ерундистику. Вот на этом всё построено. И вот вся реклама – это не информирование. Никому эта информация не нужна. Она на всех заборах. Не об этом. Это не информирование, а это навязывание спроса. Значит, и в этом отношении, конечно, и тот по изощрённей, тот имеет лучший результат. А там кому-то нужно, например, было в своё время в Китае рекламировать айфоны. До десятого, по-моему, включительно. Да нет, они в очередь стояли. Пожалуйста. В магазинах было в Китае тьма тьмущая. Ну, а что дальше произошло? Он нуждался в рекламе? Да ни в какой. И так разметали всё, не успевали их делать. А сейчас выпустили китайцы свои, которые мощнее, быстрее, лучше работают. Если магазины стоят пустые. То есть хорошего не так много, и население об этом знает. А вот никудышнего и плохого тьма, и его продать сложно, для этого нужна реклама. Это совершенно понятно. И все они паразитируют на человеческом мозге, на узнавании и запоминании, непроизвольном. Давайте в некоторую деталь. И, как говорится, будем вдаваться. Потому что, если бы было так просто, достаточно было просто по телевизору говорить, да, какой-то бренд. Условно говоря, покупаете такой-то бренд. Или просто повторять это слово, да, по телевизору. Просто повторять. Нет, нет. Так никогда никто никогда не делает. Правильно. Это делали, знаете, на ярмарках в 19 веке. Потому и спрашивают. Давайте в детали войдём. Почему нужно показывать всякие образы, как они создаются, почему именно эти, а не какие-то другие. Да, всё просто. Паразитируют все коммерческие организации, продавающие свой товар. Продающие свой товар. Они паразитируют на трёх вещах. Еда, размножение и доминантность. То есть, выпендрёшь. Ну, самый простой пример с машинами. Вот вам, пожалуйста, хороший автомобиль. Вот вам замечательный автомобиль. Всем ясно, что он хороший, что он новый. Как Генри Форд говорил, хороший автомобиль, новый. Вот и всё. Значит, какой бы ни был, но новый, он всегда будет лучше. Ну, и всё одно. К нему чего представляют? Автомобиль – это уже инстинктивная форма поведения. А почему? Да потому что вам не тёщу же нужен Феррари возить. Наверное, тёщу можно было и в Жигулях отвезти куда надо. Особенно туда, куда хочется. Нет, речь идёт не об этом. Речь идёт о том, что машину обычно мужчины, да и женщины, женщины даже в большей степени выбирают, как средство доминантности, серечь выпендрёжа бытового. То есть, это инстинктивная форма поведения. Это зашито у нас в инстинкте в обезьянии. И не надо ничего там добавлять. И так хорошо. Но наши производители самодвижущихся тележек, они усиливают эффект. Они тут же обязательно загоняют к этому делу, если автомобиль мужской, брутальный, туда длинноногую блондиночку обязательно. Ну, или брюнеточку, в зависимости от того, на каком рынке ты собираешь продавать эти автомобили. Которые вертят своими прелестями около автомобиля, демонстрируя расположение к этому автомобилю, что равняется в мозге примитивного бабуина и его владельца. То есть, обращается не только к доминантности, но и к репродуктивным перспективам. Значит, будете владеть таким вот Бугатти, то обязательно затащите в него такую длинноногую блонинку, что и происходит, как правило, на самом деле. Чистая правда. А вот скажите... На Бугате богини реагируют намного лучше, чем на Жигули. Я сам видел. Скажите, можно ли сказать, что вот эта вот ассоциация имеет отражение во голове, то есть, появляется некая цепочка? Да это не ассоциация никакая, это инстинкт в голом виде. То есть, даже не ассоциация. Какие там ассоциации? Все глубже, все проще и примитивнее на уровне обезьяны. Ну, просто там дальше некуда. Я уже тысячу раз говорил, это повторю. По сути дела, хороший автомобиль, там, в Феррари, это красная задница обезьяны. Чем больше и краснее, тем лучше, тем больше доминантность. Покупается в Феррари, это ровно такое же, потому что у нас задница не красная. Ну, что делать? Ну, надо хоть чем-то отблескивать. Ну, вот, пожалуйста. Если мы заговорили о цвете, скажите, пожалуйста, вы обращали внимание вот именно на то, насколько важна цветовая гамма для продвижения? Ну, да не то, что товара, какой-то идеи, может быть, товара, может быть, рекламы, пропаганды. Аудитория. Какая аудитория? Давайте разберем разные. Если аудитория из маленьких бубуинчиков, то там нужно, ну, не детей, там, 18-летние подростки, которые уже отвечают и могут получить высшую меру во многих странах. Давайте таких возьмем, кто уже по справке отвечает за свои поступки. То есть мы говорим сейчас о молодых людях, понятно. О молодых людях, да, пожалуйста. Ну, и что, для них там делают специальные машины, как известно. Вот эти зажигалки там желтого, оранжевого цвета, которые носятся, как угорелые, ну, специально для детей богатых родителей, чтобы они, так сказать, смогли выпить. За душой ничего нет, ничего не знают, ничего не умеют. Образование нулевое. А желание стать большим и красивым бабуином огромное. У нас, вон, вы едите в Москве в центр, наслаждайтесь. Почему такой цвет выбирают? Чем более странный цвет, тем больше шансов отличаться от остальных, потому что это опять инстинкт и репродуктивная стратегия, потому что женщины часто, особенно девушки молодые, ищут не столько даже успешного, сколько отличного от других. То есть главное, чтобы отличался. Ну вот, а здесь это тоже один из инструментов. Причём уже ведь вы поймите, как девушек, так и молодых людей с такими представлениями о мире, как красный Феррари, очень много, и они находят друг друга и дают плодовитое потомство. В чём тут дело? Почему нужно именно отличие, на ваш взгляд? А потому что для репродуктивной стратегии, особенно женской, очень важно, чтобы было максимальное отличие генома потомков от окружающего их среды. Поэтому девушки всегда лезут во всякие приключения, ну и находят их. В большинстве случаев не очень удачные, но иногда и удачные цель очень простая – увеличить изменчивость головного мозга и, соответственно, дать будущему потомку шанс получить преимущество в доминировании над окружающими. Всё очень просто. Поэтому там какой-нибудь великий воин греческий покрывал метровым слоем своих потомков всю Грецию, радостно ему бежали навстречу все богини местные. Ну и сейчас то же самое, только вместо копья и счета у него, значит, кошелёк и лимузин. Ну, в общем, одно и то же, и цель одна и та же. Максимально, значит, если от этого этот самец так удачный, значит, если от него понести, то, мол, твой ребёнок имеет шанс получить те же преимущества. Что, конечно, неправда, но, тем не менее, такой искусственный отбор есть, он был и он будет, и никуда не денешься. Вы сказали о молодой аудитории, давайте про аудиторию постарше. Постарше они отличаются тем, аудитория тем, что гормонов поменьше, а ценовая планка событий, она как бы посложнее. Там не просто надо выпендриться, там уже есть что-то с душой, там какие-то есть, поговорить ещё может, уже может, там, лет после 35. А, значит, соответственно, уже критерии другие. Нужно не просто там зажигалку машины, нужно уже машина, которая имеет подтекст уже там не просто Феррари, а уже хорошо бы такой Бугатти или какой-то эксклюзивный автомобиль. Он тоже повышает доминантность там какой-нибудь двухдверный Роллс-Ройс, ещё лучше. То есть, что получается, что просто усложняется система герархическая, в данном случае, пользование инстинктивными механизмами, а оно более ничего. То есть, если мы говорим о традиционных оценках человеческой жизни, то здесь всё очень просто. Здесь и наборы инстинктов, которые используются для рекламы для того, чтобы каждой возрастной категории можно было, так сказать, объяснить преимущества приобретения того или иного товара или пользования определённым стилем жизни. Потому что сейчас другое поколение подрастает, у них они там одевают труселя, берут платиновую карточку известного мирового банка, и плевать они хотели на всё на свете. Они в шлёпанцах вон, в трусах в этих, с этой карточкой в зубах, с папиной, как правило, передвигаются по миру абсолютно счастливы, ничего им не нужно. Съёмное жильё, съёмные квартиры, никакая ресторанная еда и прочее, прочее. И они перемещаются, как им хочется, и плевать они хотели на все эти ценности. Это другое поколение подрастает, которое старыми приёмами и ценностями не управляется. И поэтому то, что мы с вами говорим, реклама. Реклама – это, по сути дела, вот в том виде, в котором мы обсуждаем, это почти антикварное событие, которое ещё влияет на 80% населения, но 20% уже выросло из этих подштанников и давным-давно ведёт другой образ жизни, который никакого отношения к этим рекламным кампаниям не имеет. Во-первых, они её не смотрят. Во-вторых, контекстная реклама интернетовская, она полностью провалилась, это уже ясно сегодня. То есть вы заходите в магазин, там, например, шуб случайно, вам захотелось по нужде туда. Но вас фиксирует большой брат, то есть система слежения, которая никакого отношения к государству не имеет, а имеет отношение только к втюхиванию товаров. Вас отслеживают по координатам, что вы зашли в этот магазин один раз, ничего там не смотрели, ничего там не купили. И дальше начинается навязчивая реклама. Вам предлагают эти меховые трусы и фуфайки, там, до посинения, с утра до ночи. То есть вы топографическое считывание, и дальше вот это всё. Неважно, есть у вас деньги, нет, там, и прочее, прочее. Это о чём говорит? Это говорит о катастрофе в рекламе. Это говорит о том, что реклама на сегодняшний день, та, которую мы смотрим в телевизоре, не работает. Наоборот, вот как привести, вот у нас есть политическая же реклама, и вот Грета Тумберг, да, его знаменитый, ну, больной ребёнок, совсем больной, значит, который вот такие вещи делает. Понятно, что она сама из себя ничего не представляет, люди, которые за ней стоят, просто зарабатывают деньги. Это понятно. Но навязчивая вот эта реклама, она вызывает, как это Грета, обратную ситуацию. То, что она говорит эмоционально хорошо, зажигательная речь. Но это вызывает раздражение. Во-первых, больной ребёнку, во-вторых, совершенно всем очевидно, дураков нет давно, те, кто этим хоть как-то интересуется, что она выполняет заказ коммерчески абсолютно чётко и абсолютно ясно. Ну, что это вызывает? Только раздражение. Многие виды рекламы на сегодняшний день в своей безысходности, направленные на людей, мало-мальски имеющих деньги, свободные, она проваливается раз за разом. И отсюда вот такие жесты отчаяния, как контекстная реклама. Один раз обратился, тебе дальше сыпется. Зашёл в магазин, тебе опять сыпется и прочее. То есть это явные неудачи, связанные с тем, что аудитория современная рекламная сменилась давно. Эти протухшие в 90-х годах режиссёры и сценаристы этой рекламы, они не знают, что делать. Ну и вот начинается попытка использования системы тотального слежения, которая на самом деле более опасна в коммерческом применении, чем в любом надзорном. начинается активно насаждаться. Это опять вызывает дикое раздражение у большинства мыслящих людей. Ну, то есть, если вы правы, то получается, что следующее поколение, ну, фактически, если так огрублённо говорить, неуязвимо для старых методов, а новых нет. Нет. Уязвимо. Люди разные. В чём, на чём это всё ещё держится, так сказать, издавая последнюю огонь, и будет держаться, будет так агонизировать, дрыгая ножками ещё, я думаю, много времени, тем, что люди разные. Людей, понимающих, что происходит, очень немного. Людей, которые могут понять, тоже очень немного, но не хотят этого делать. А людей, которые из особенностей конструкции своего мозга просто не понимают, что происходит, просто живут каждый день. Просто живут. Простая жизнь. Пошёл, заработал деньги, поел, потратил, по коммерции дал семью, заплатил за квартиру и опять пошёл работать. Таких людей очень много, которые ни о чём не задумываются, ничем особенно не интересуются, в максимум, там, жвачка из интернета всякой. Ну, или сериалами, даже селезной, это совсем уж плохой вариант. Вот этих людей ещё очень много. И их будет продолжать быть много до тех пор, пока не произойдёт то, что мы с вами как-то обсуждали, пока не произойдёт мечта многих руководителей стран, полная компьютеризация. То есть, когда люди станут ненужными. То есть, это не за горами, и, к сожалению, тогда этот вид рекламы вместе с рекламных приёмниками отпадёт. Вот на них это ещё будет действовать какое-то время, вполне понятно. Но чем дальше, тем это будет действовать меньше, потому что молодёжь телевизор не смотрит. Проблема в том, что этой молодёжи пока 20-25%. Вот в чём проблема. Как только произойдёт замена поколений в среднем, скажем так, звене производителей, то это начнёт очень сильно ощущаться. Они уязвимы, тоже уязвимы. Просто это будет совершенно другая, должна быть другая реклама, и об этом надо думать сейчас, завтра будет поздно. Тогда вы получите преимущество. Но я не знаю ни одной компании серьёзной, которая бы что-то вкладывала, кроме психологической болтовни о целевых аудиториях и пересказах книжек 80-х годов западных, я ничего не видел. А как вы видите контуры такой новой рекламы? Как я вижу контуры такой рекламы? Я вижу, что она должна быть оперировать к индивидуально к человеку. Не туда, куда он зашёл в магазин, а к его индивидуальным интересам. Здесь вот как раз big data, которые говорят, большие базы данных. Нужно делать профили каждого покупателя. Если ты хочешь что-то продать, надо строить профиль. Это что значит? Значит, ты должен человека изучать, прежде чем создать у него интересы к новому товару, то есть создать спрос и заставить его купить. Это будет довольно сложная и дорогая система. И она должна учитывать как раз особенности человеческого мозга. Не только примитивные инстинкты – поесть, размножиться и выпендриться, но ещё не посложнее. Потому что как только человек становится сыт, и с ним очень трудно справляться. Он же ведь подлец, начинает о разном думать. Как только он сыт, если он за квартиру уплощена, значит, он поел, у него есть какая-то плохо, хорошо одежда, он начинает задумываться об окружающем мире. Поэтому во многих странах стараются до этого безобразия не допускать. Всё время не должно хватать денег на еду, одежду, детей, воспитания. И тогда человек с высунутым языком, как бешеная собака, бегает и пытается заработать. Это создаётся искусственно во многих странах для того, чтобы люди не занимались лишними мыслями о чём-то неправильном. Но есть другая опасность, что если уж слишком много и долго не будет хватать основных средств для существования, это может привести к обратным результатам. Вот это вечный баланс, отсюда сложности. И там, например, таких людей, загнанных жизнью в такие тяжёлые условия, какая им там реклама, какие им там бриллианты в нос. О чём вообще разговор? Они еле-еле сводят концы с концами и могут обеспечить минимальные возможности для своих детей. Ну, рекламируют эту зубную пасту, на самом деле. Так я её не советую, кстати говоря. Вот я не советую ей пользоваться, потому что в ней много всего того, чего не положено там быть, ну, с целью безопасности и здоровья. А так у нас все за здоровье же, за здоровый образ жизни. Так вот, пользуйтесь, господа, порошком, если у вас сохранилась хотя бы одна извилина, а не зубной пастой. Почитайте о зубных пастах, о том, что что-то добавляют, какие консерванты, какие вещества для Шапанова, что там пельмилось, всё остальное. Не советую. Вы пользуетесь порошком? Я пользуюсь порошком, ну, я не знаю, лет 30. Я помню, с детства уже не пользуюсь. Ну, зря, потому что не всё так просто. Так я первый раз об этом слышу. Поэтому продолжаем. Значит, скажите, пожалуйста, вот в своё время, и тоже действительно это учебники старые, книжки старые, статьи старые, много говорили о подпороговых воздействиях. Ну, то есть, иными словами… Да, понятно. Вам понятно, а я на всякий случай справку дам. Зрители, может быть, не все слышали этот термин. Допустим, вы слышите звук настолько тихо, что на самом деле осознанно вы его не воспринимаете. Он находится ниже порога восприятия, на грани. Но подсознание, как пишут в этих статьях и книгах, это воспринимает. И таким образом информация попадает в мозг без того, чтобы вы критически обдумали, чтобы вообще обдумали как его, критически, не критически. Значит, ну, уже много было разговоров о 25-м кадре, не хочу об этом повторяться, потому что, да, и много было сначала за, что да, это работает, потом сказали, что это ничего не работает. Но, тем не менее, если мы не про 25-й кадр говорим, а шире, насколько существуют действительно такие технологии? Они вообще возможны? Да чушь-то собачья. Это, как всегда, психологи себе искали работу. Вот, как всегда, безработица среди психологов, она катастрофична. А работа очень проста. Стрепи себе языком, рассказывай всякие сказки. На самом деле, конечно, это ерундистика в основном полная. Потому что, что же 25-й кадр? Здесь что обсуждать-то? А я не про 25-й кадр. Это всё же очень легко проверяется. Проверки таких технологий показали, что они не работают. Вот и всё. Я хотел узнать. Нет, я в том-то и делаю, что хотел отвязаться от этого 25-го кадра. Я его сказал как пример, просто очень на слуху, который... Но не работает он. Проверяли. Не работает. Понимаете, в чём дело? Это всё досужие разговоры. Покажите мне, пожалуйста, настоящее научное исследование, а не трёх пьяных психологов на эту тему, которые ищут себе работу. С голодухи они не такого вам придумают. Я потому вас позвал. Поэтому я отвечаю, что нужно проводить такие эксперименты. Вы убеждаетесь, что есть определённый способ привлечь с помощью обонятельных, с помощью адорантов людей, чтобы они тратили свои деньги. Так, будьте любезны, сделайте закрытый, встречный, слепой эксперимент. Как это делать, давно известно. Как это проверяется, давно известно. Что там воздействует, тоже давно известно. Сделайте эксперимент, докажите, что это всё работает. А пустые разговоры отправляйтесь к психологам, там ещё трансцендентным, магам и волшебникам. Это пока болтология. Покажите, что это работает. Встречных слепых экспериментах. Ни одного такого эксперимента, которому можно было бы доверить, хотя бы на пить праздник, нет. Поэтому о досужии разговора, знаете, там влияние лунного свет на колошение пшеницы, я не обсуждаю. Это нелепости. Кто-то говорит, это действует. Так, где научная работа? Желательно сделана в трёх независимых лабораториях. Нет? Всё, собирайте свои эти и туда, где вас будут слушать. Меня такие глупости не интересуют. Да где доказательная база? Вы хотите собрать деньги там с фирмы, например, для того, чтобы там у неё повысить продажи или трудоспособность повысить сотрудников? Считаете, что, например, там постановка некого вещества X, вентиляционную систему фирмы, увеличит производительность труда? Замечательно. Так, эксперимент. Где эксперименты? Предложить можно, но для этого нужно обоснование. Поэтому, простите, вот эти досужие разговоры, бабок на лавочке, я не люблю обсуждать, потому что обсуждать нечего, предметы отсутствуют. А вот я как раз и позвал вас, что бы выяснять, где досужие разговоры с вашей точки зрения, где недосужие. Мы же об этом говорим, мы как раз разбираемся. Да, значит, вот я с моей точки зрения, вот это вот, значит, подпороговые вещи – это выдумки психологов для получения себе работы, потому что это, как правило, не работает, а корректных, подчёркиваю, корректных экспериментальных исследований действий на людей – нет. А скажите, а в принципе, верно ли то, что человек, я сейчас говорю не о влиянии подпороговых воздействий, в принципе, может что-то слышать, не осознавая это? Да, конечно. Вот это вот для меня важно. Нет, это, конечно, человек может слышать очень много, не осознавая. Экспериментов такого рода очень много, там, знаменитый эксперимент вообще все 80-е, 90-е, да и нулевые годы очень часто использовали там шумовой фон, и за шумовым фоном те или иные сигналы передавали. Да, человек что-то вычленяет, что-то слышит, там не всё так просто, то есть не всё он там слышит, не всё он понимает, не всё осознаёт. Но, как мы говорили с вами, за фоном, например, за шумом реактивного двигателя, если крутить какую-нибудь бездарную певичку, то он всё-таки кое-что слышит, понимаете? То есть мы широко, хорошо дифференцируем звуки, и некоторые виды, но это никакие не подпороговые, это маскировка одного звука другим. То есть маскировка – это одно, а подпороговая – это что значит? Вот порог развлечения, а мы под порогом. Если термин-то правильно интерпретировать – под порогом, а если под порогом, если вы не слышите, не чувствуете, то как вы можете меняться? Ну, по-другому скажем, скажем так, на грани, на грани порога. Ну, есть или чувствительность, или нечувствительность, а на грани – это опять психологические ужимки и прыжки. Слабая чувствительность – значит присутствие, значит это пороговое, это различаемое, это как свет глаз человеческого. Два фотона мы видим, если в темноте адаптироваться. Хорошо, я тогда для иллюстрации расскажу вам одну историю, которая случилась лично со мной. Я как-то шёл по улице и начал мысленно напевать эту песню, ну, известный хит, неважно какой. Чего я вдруг запел эту песню, я не знал, мало ли, что голову взбредёт. Но когда я стал приближаться к метро, а там были коммерческие палатки, это давно было ещё времена, когда были кругом коммерческие палатки, из окна шёл, а магнитофон стоял, и шёл звук. И именно эта песня, которую я услышал, как теперь я понимаю, на расстоянии очень высоком, далёком смысле, я её и напевал, но я бы готов поклясться, что я её не слышал, ну, осознанно. Ну, понятно, но это, тем не менее, вы её слышали. Очевидно, да, но неосознанно, вот что я говорю. Да, вы не понимали, что вы слышите, и непроизвольно у вас, по тому, что мы обсуждали, воспроизвелась из памяти эта штука. Звук распространяется, особенно в городе, очень хитрым способом. Вы там могли проходить, когда там переотражённый 20 раз звук, дошёл до ваших ушей, он мог быть даже очень коротко, там, доли... И запустить уже программу, да? Да, и запустить ваши воспоминания, и вы запели. Да. Это бывает, это я и за собой замечал, но при ближайшем рассмотрении, я даже однажды не поленился специальным оборудованием, проверил, как это распространяется в городе, действительно, там метров за 400 в шумном довольно месте можно было поймать звуки, которые происходили от ларька, где торговали дисками. Вот я как раз про то и говорю. Так оно и было. Да, но это реальный звук, просто другое дело, что вы думаете о другом. Ну, простой пример, наглядный. Вы идёте, читаете книжку по улице, да? Ну, очень интересная книжка, ну, очень пустая улица, да? Ну, никто не мешает, вы идёте по ровному, гладкому асфальту и читаете книжку. Жук останавливаетесь, да? Нет, 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 не обязательно. И вы не думаете ни о чём. Вы же не думаете о том, как вы ноги переставляете. Вы даже на дорогу не смотрите, вы на книжку смотрите. И вдруг наступаете на что-то круглое, длинное, мягкое. Гадюка в панике, вы думаете. Срабатывает старт-рефлекс ещё с времён обезьян. Наступил на змею. Обычно девушки визжат, ну, от неожиданности, если это действительно глубокое погружение в текст, а мужики так встают козликами очень резко. Неожиданно, когда под ногу попал просто шланг, дворник, который поливает. Значит, это о чём говорит? О том, что наш мозг всё время настроен на восприятие достаточно неожиданных, очень далёких, но сильных раздражителей, которые складывались или в результате видовой эволюции, змеи – это основной враг приматов, значит, или складывались в результате вашей жизненного опыта социальной системы. То есть вы всё время настроены на восприятие. Там падает авторучка, там вы успеваете её схватить, падает стакан. То есть вот этот старт-рефлекс – резкий звук, летящий в лоб воробей, и вы от него отклоняетесь. Вы не понимаете, как это происходит, но вы отклонитесь, только потом осознаете, что был воробей. Почему? Потому что это всё происходит не за счёт коры, не за счёт вот этого неокортекса с бороздами и звильными. А это древнейшие центры. У нас, например, зрение продублировано на самом деле ещё в крыше среднего мозга, в четверохолме. Это что означает? О том, что там сидят те зрительные, скажем так, реакции врождённые, которые ещё складывались у рыб, амфибий и рептилий. То есть это древнейшие, и у нас это есть. И вот старт-рефлекс, он срабатывает так быстро, там на резкий звук, на летящий камень, что если включалась бы кара, то вы получили бы камнем в лоб. Медленно это было. Это было очень медленно. А за счёт старт-рефлекса – это крыша среднего мозга, древнейших центров, доставшихся нам ещё от рыб, амфибий и рептилий. И мы срабатываем мгновенно, и только потом осознаём. В этом же, кстати говоря, месте, то есть в задних бугаках, как в четверохолме, находятся слуховые центры древнейшие, мощнейшие. И если какому-нибудь словкому рекламисту удастся загнать песенку совсем в ствол, ну, вы в детстве слушали, это называется почти ствол мозга, там над стволом, то вы выкатите горючую слезу, потому что это воспоминания древнейшие. Когда ещё там незрелая кора, там до 7 лет, она ещё не на ней запоминалась, запоминалась на подкорковых структурах. И тогда это вызовет такие ностальгические ужасы, такие переживания и ощущения, что это будет похлеще, чем услышать знакомую мелодию там за 300 метров в результате того или иного переотражения. Вы знаете, вот мы как раз, может быть, как раз и перейдём к политическим некоторым делам. И вот здесь я как раз получил подтверждение своей гипотези. Ну, своей не в том смысле, что это я её придумал. Я для себя её сложил, что реклама способна, как мне это казалось, политическая, активировать у человека очень-очень давнишние детские какие-то воспоминания выборочные. Ну, а дальше что? Дальше, если эти рекламщики хотят, например, дискредитировать какую-то идею, они негатив способны поднять из прошлого. Если что-то хотят продвинуть, то некий позитив и связать с этим. Получается, что это связано, опять же, со структурами мозга. То есть, когда человек маленький, да? То есть, у него что? Вот эта информация попадает, то, что в начале он услышал в своей жизни, попадает древнее, глубже, в более древние структуры. Здесь проблема гетерохронии созревания, то есть неравномерности. Просто наиболее древние структуры, в первую очередь, эмоциональная, эмоциональная лимбическая система, они первыми вступают в дифференцирующие нейроны, образуют связи и начинают запоминать. Ну так, давайте по упрощенной схеме. И это начинает сразу после рождения, быстро-быстро-быстро-быстро. Именно древнейшие структуры, которые достались от далеких предков еще до млекопитающих, от рептилий, амфибий, рыб. Они первыми вступают в дифференцирующие, они обеспечивают базовые функции, там, глотание, жевание, еще там что-то в утробе матери складывается. И первое время, примерно несколько лет, на их базе возникает запоминание, то, что называют социальными инстинктами, которые закачиваются в мозг и делают человека социально адаптированным. То есть он адаптируется к той среде, в которой растет. И эти запоминания, запечатления формируются на основании древних центров. Они чем и хороши, чем ужасны. Они древние-то древние, но это инстинктивно-гормональное такое поведение, эмоциональное. И поэтому то, что они запечатлели в детстве, потом пройдет через всю жизнь. Просто это детство не фрейдовское. Фрейд, так сказать, немножко завирался, говоря о том, что психоанализ – это использование детских воспоминаний. Просто мы очень много чего забываем в детстве. Мозг очень сильно перестраивается. Особенно, когда кора начинает созревать, а это только к 6-7-8 годам. Поэтому ранние вот эти запечатления, запоминания, они сильны тем, что они базируются на древнейших структурах, которыми первые, в первую очередь, формируют связи. То есть в этом и недостаток, и преимущество. С одной стороны, если вы выросли в хорошей среде, то вы запомните что-нибудь приличное. И крепко запомните. И крепко на всю жизнь. А если вы выросли среди каких-нибудь разбойников, то ничего хорошего не будет. И самое неприятное, что выбить-то это не удастся. Это, к сожалению, от этого избавляются только методом декапитации. Но другого способа нет, поскольку это изменить уже нельзя. Это поэтому называется, я называю это социальными инстинктами, то есть они уходят так же глубоко, как инстинкты, полагая, которым вы дышите, вы глотаете и прочее. То есть вот в этом опасности преимущества. Ну и, соответственно, если потом обращаться к этим центрам, то вы можете пользоваться. Но проблема в том, что мозг у людей очень разный. А еще и центры между собой различаются. Поэтому так уж ловко воспользоваться, извлекать детские воспоминания, чтобы что-то вбить в голову, нет. Обычно пользуются более примитивными схемами, особенно в политическими. Ну, все теми же самыми. Под спудный механизм разделения разных этнических групп, народов и прочее. Это отлично работает в политике. Ты вроде говоришь все хорошо, а в то же время подразумеваешь очень плохое. То есть ты можешь говорить очень хорошие и гладкие слова, но при этом подразумевать какое-то полнейшее изверство и отрицание другого народа. Это часто используют во всем мире. И американцы используют, и в арабском мире используют, и европейцы очень. То есть прямого отторжения нет, а косвенное, тщательно организованное и многократно повторенное дает хороший результат. Ну, вот пример – это отношение к нам, европейцев. За 10-12 лет оно радикально изменилось. Если там 12-15 лет назад, приезжая в Европу, ты чувствовал себя очень комфортно, то сейчас в результате методической работы, которая проводится по косвенным системам, то есть политическая пропаганда, они совершенно иначе к нам относятся. Причем там подтверждение наших недостатков могут быть единицы. Мизерное количество, но умело поданное и проданное 20 раз. 20 тысяч раз. Да, 20 тысяч, он дает свой результат, потому что человеческий мозг опять по старой схеме запоминает алгоритм и потом радуется каждому подтверждение. Ну да, эпоха Холодной войны, сколько ж было тогда и кинопродукций, и литературы. Вы об этом, наверное, да, говорите? Да. Наслаивается на старой дрожжи, как говорят. Да, но это те, кто с тех времен прожил. Дело в том, что многие жили, родились и сформировались уже, когда к нам было хорошее отношение. Но если вы методически это повторяете миллионы раз, то это хорошо ложится. То есть мозг начинает экономить на понимании сегодняшнего, а пользуется, наоборот, просто воспоминанием, да еще и получает там внутренние наркотики. Тут вообще дело идет весело. Ни в чем не надо. Если человек может не думать, он всегда будет не думать. С чего мы начинали? Да, конечно. Собственно говоря, на этом все построено. Знаете, расскажу одну историю. Я ее прочитал у Чалдине. Книга такая есть «Психология влияния». Он рассказывал, как ему продали ненужный ему товар. Он говорит, что к нему подошел бойскаут, предложил билеты на представление бойскаутов. И он отказался. Ему это неинтересно. Тогда все нормально, нет проблем, не хотите, как хотите, купите шоколадку. И он купил. После чего спохватился. Зачем я это купил? Ведь я шоколад не люблю. Это стало для него предметом для изучения. Я собрал людей, там, на мозговой штурм, как я понимаю. И пришли к следующему выводу. Вы смеетесь? Ну, нельзя же быть таким дураком. Ну, послушайте, в том-то и дело, что он говорит, вот в чем тут дело, почему? И пришел к следующему выводу. Вот я хочу, чтобы вы его прокомментировали. Он говорит, мальчик сделал уступку мне. Ну, то есть он не стал, я так понимаю, навязчиво навязывать билеты, сразу отступил. И, соответственно, у меня тоже есть некое такое желание, как бы инстинктивное или подсознательное, склонность тоже ответить уступкой на уступку. И он сказал, что людям это свойственно, ответить уступкой на уступку. И когда предложили второй товар, вторым ходом он на это согласился, хотя этому совершенно не надо было. И он, естественно, себя корил за... Я люблю, говорит, доллары, а шоколад не люблю. Я остался без долларов и с шоколадом. Что скажете? Я скажу, что он совсем глупец. Так, а папа, разверните, пожалуйста, ваше мнение. Первое, ну, это классическая разводка из XIX века. Когда тебе предлагают абсолютно ненужный товар, который никто тебе не собирается продавать. Но это в XIX веке было. Какой в XIX? По-моему, в XVII или XVI. То есть это когда там ходили уличные торговцы, там и предлагали, тебе предлагают товар за большие деньги совершенно ненужный. Человек, причем, который тебе придет, делает ужасное лицо, ты понимаешь, что у него вся надежда на этот товар, что он его продаст. Это для него жизнь и смерть. Но это обыгрывалось даже в кино. Ну, слушайте, не надо быть психологом. Это не психолог, это психолух. Это тысячу раз в американском кино даже обыгрывалось. Там про продавцов пылесосов. Ну, это миллион раз-то все было. Но когда предлагается товар, заведомо ненужный, когда человек точно не купит, ты причем констралишь всякие страдальческие рожи. После этого, значит, тебе отказывают в это. Ты готов там повеситься на ближайшем столбе. Ну, в крайнем случае, подразумевается это все. И ты предлагаешь человеку какую-то ерунду, на самом деле, которую ты продаешь, копеечную. Но это эмпатия. Это не эмпатия, это поддержка социальных отношений. Просто в социальной системе у нас лобные области были созданы для того, чтобы делиться пищей с неродственными особями. Если ты видишь, что человек, эта эволюция была, то не делился, тех самих съедали. А в результате этой эволюции были отобраны вот такие идиоты, которые попадаются на это дело. И будут попадаться. Потому что это лобные области с тормозными функциями, это результат эволюционного процесса. И если тебе какую схему предлагают? Тебе предлагают поддержать схему социального выживания вида, по которой ты отбирался. И тебе говорят, что вот, значит, если это для меня произойдет какое-то несчастье, если вот ты это не купишь, то для меня это будет катастрофа, несовместимая почти с жизнью. Понимаете? И тогда на маленький уступок ты подойдешь. То есть это все старый паразитизм на том же самом, на лобных областях, которые выполняют тормозные функции, позволяют нам делиться пищей с неродственными особями. Еще с времен древней обезьянной эволюции, до человеческой еще. То есть на самые ранние этапы формирования человека. Старый прием. Значит, ты просто пытаешься сохранить свой вид. То есть ты пытаешься поделиться пищей с неродственными особями вот в такой форме. Отлично. Просто большая потрава тебя не устраивает, потому что это может самому пострадать. А маленькая потрава для того, чтобы поддержать выживание собственного вида, группы, шайки, я не знаю, кого хочешь, она вполне подходит. Но на этом всегда, значит, человек тут же как обманывает? Получается, что у тебя сравнение, сравнение потерь биологических и преимуществ. Особенно если мальчик там такой симпатичный, нежный, юный, с невинными глазами старого вора, то есть голубыми такими прозрачными, это хорошо действует. Но вот девочки типа вот этой вот, ну вот шведки. Я понял, о ком. Да, и с невинным взглядом. Вот это отлично действует. Ну и там ты объявляешь, что надо там потратить 100 миллионов долларов. Ах, не хотите? Ну, потратьте миллион. Дайте доехать хоть до Самары. Да-да-да. Вот это все в этой схеме. Ну, это просто детский сад такой классический. Но мне очень жалко, что такой человек занимается психологией. Я сочувствую. Я вам скажу, что это книги издаются гигантскими тиражами по всему миру. И это классик. Ну, это, слава богу, очень хорошо. Как говорят, знаете, есть такой присказка – учить дураков только портить. Вот этот никому ничего не научит, поэтому он на правильном пути. В политике, ну, это как используется? Ну, помимо того, что вы уже сказали о Грете Тунберг, шире. Вы можете привести какие-то еще примеры? Когда вот эта схема используется именно в политике, для апелляции к большим группам населения, например, для того, чтобы увлечь их на что-то? Да, политика – это в основном торговля словами, торговля обещаниями словами. То есть, как правило, от заявлений политика до его действий никто не доживает. То есть, тех, кто за него там голосовал или еще что-то. То есть, ну, инерционный процесс. Поэтому там торговля обещаниями. И в политике пропаганда – это, на самом деле, сделать обещания максимально похожими на правду и максимально похожими на выполнимость, да придать им такую форму. Вот и все. Возможно, значит, самое выгодное при этом подкрепить их какими-то мелкими, частными, сиюминутными решениями, которые бы позволяли, показывали, что человек серьезно настроен, что он хочет. Идет в правильном направлении. Идет в правильном направлении, что он за справедливость, за чистоту рядов. Это очень хорошо. Ну, мелочь. А в системе это может вообще не работать, на это можно плевать и ничего не делать. Но если ты обещаешь в этот набор и последовательно наполняешь в мелочах, которые люди-то за системой отследить не могут, потому что где они возьмут статистику, настоящую, потому что статистика у тебя в руках, например. Ну, ты там делаешь, шаманишь, как хочешь. Где они возьмут реальное положение, там тебе говорят, там, у вас инфляция составляет 5%. Потом человек приходит в магазин в старом пальто, достает оттуда чек из кармана и видит, что два года назад этот товар стоил в два раза дешевле. Здесь обещано 5%, а здесь получилось в два раза. Иногда бывает шок от этого, от всего. Но это никакого отношения к реальности не имеет, потому что память человеческая очень изменчива, на этом все паразитируют. Мы плохо помним, что было вчера и позавчера, а уж там два года назад тем более. Поэтому в политике обычно используются, еще раз говорю, обещания с мелкими формальными подтверждениями, которые так любят люди. Потому что люди любят конкретные примеры. А то, что система в целом, например, не работает вообще никак, это дело десятое, об этом неизвестно ничего. Это тщательно скрывается. А вот частные, пожалуйста. То есть тот же самый Трамп, он там что обещал-то? Вот, пожалуйста, наглядный пример. Он обещал очень простую вещь – экономику. Как он экономику обещал поднять? Вернуть все в Америку и заставить производить внутри своей страны и самим же потреблять. Ну, у них действительно внутреннее потребление очень велико. Вот он на этом паразитирует. Пожалуйста. И там действительно как на какое-то время сейчас там подъем экономики, поскольку он там пытается это все сделать, но там все не так просто, там еще придется за это все отвечать, поскольку те вот 3-4G технологии, на которых они рассчитывали создавать автоматические заводы, развивать собственную экономику при минимальных трудозатрат и привлечении населения, это, к сожалению, все не работает, поскольку его компьютерщики просто обманули. Это оказалось не так. Этого сделать невозможно. Ну, более характерный пример. Обама дважды выигрывал выборы под лозунгом «разрядки мировой». Соединенные Штаты воевали и воевали, по-моему, даже интенсивнее, чем в предыдущем президенте. Да, совершенно запросто. Дважды. Вот что мне вот очень поразило. Но это лишний раз говорит о том, что политика никакого отношения к реальности не имеет. То есть я об этом много раз говорил и даже писал о том, что, к сожалению, политики пользуются волной, которая проходит, но эта волна построена на принципах искусственного отбора мозга. То есть потому, что каждое следующее поколение отбирает других людей, их размножает, им платят зарплату. Но часто компьютерщики. Люди, занимающиеся IT-технологиями. Они имеют огромные зарплаты, они хорошо размножаются, хорошо едят, хорошо живут и оставят много плодовитого потомства после себя. Через два поколения их потомки сожрут сегодняшнюю систему управления государством так же точно, как потомки инженеров эпохи научно-технического прогресса 80-х годов XIX века смели веником все эти монархии европейские, всю эту ерундистику, которая существовала, включая крупнейшие империи, в том числе и российскую, точно так же они вырастили инженеров, выкормили их, потому что всем хотелось железной дороги, всем хотелось бизнес, всем хотелось войну на колесах. Они вырастили, создали популяцию, достигло 15% населения, и они замели веником все это, всех людей, которые их вытащили. Сейчас происходит ровно то же самое. Сейчас только не инженеры, путейцы, которые, собственно говоря, и выходили на улицы в 1917 году в большом количестве, не профучилища вот эти самые, которые были костяком этих всех событий, не профессионально-технические училища дореволюционные. А сейчас это будут айтишники, технологи, программисты высококлассные, математики. Сейчас они через пару поколений, уже второе подступает к горлу. А сейчас будет третье, и все, они заметут эту всю публику, которая даже не поймет, что происходит. Как тогда императоры эти все, цари, они так ничего и не поняли. Довольно смешно, потому что отбор мозга происходит по совершенно другим принципам, которые никакого отношения, никаким общественно-экономическим формациям не имеют. Абсолютно, это биологические процессы, и не учитывая их, мы ставим себя под серьезный очень удар. Ну, и готовим катаклизмы. Ну, что же, по императорам я бы с вами поспорил, но это была бы тема другой передачи. А сейчас мы передачу завершаем. В студии был профессор Сергей Савельев, я ведущий, Дионис Коптарь.